Слава Святому Духу, что у меня есть возможность быть в этом учении. И за то, что вы здесь, я приветствую вас. С чем бы вы ни пришли, вы найдете свой путь. У меня есть абсолютное библейское доказательство, что мой еврейский народ не владеет землей Израиля. Я знаю, в это сложно поверить, и вот что я вам еще скажу. Если вы ошибаетесь в понимании цели Бога, ливийского народа и Израиля, то вы ошибаетесь в большинстве библейских пророчеств о конце времен. Но если вы правы по поводу Израиля, то сейчас вы услышите нечто феноменальное. Это учение родилось после того, как я увидел один газетный заголовок. Там было написано следующее. Сейчас я вам это покажу. Австралия сообщает, что готова завершить признание Иерусалима столицей Израиля. Я очень расстроился по этому поводу. Вопрос не в том, что говорит Австралия, и не в том, что говорят Соединенные Штаты, но в том, что говорит Бог. Кому вообще принадлежит земля Израиля? Я только что сказал вам это. Я еврей, и мой еврейский народ не владеет землей Израиля. А кто тогда? Палестинцы, быть может, а? Нет, и они не владеют землей Израиля. Так кому же принадлежит эта земля, если не евреям и не арабам? Скажите уже. Иаиль. Третья глава. Второй стих. В нашей Библии дает ответ. Бог говорит, соберу все народы и произведу над ними суд. Суд надо всеми народами. Этого здесь нет, но... Я добавлю это от себя. Это суд по одному только вопросу. За народ мой и за наследие мое Израиля. Который они, вот эти народы, восставшие против евреев и Израиля, они рассеяли между народами. И вот здесь ответ на этот вопрос. Кто владеет Израилем? Это говорит сам Бог. «Бог землю мою разделили». «Мою». Итак, кому же принадлежит земля Израиля? Скажите. Нет, конечно же, не арабам и не евреям. Сам Бог владеет землей Израиля. Я верю, что есть одно самое великое чудо, про которое вы можете прочитать в Библии. Это самое убедительное чудо, что Библия от Бога. Раз это невозможное чудо свершается, то Бог воистину живой. Это чудо мы находим в книге пророка Иеремии, 31 главе, 35 и 36 стихи. В них говорится про естественные события в мире. Там говорится о солнце, луне, звездах, волнах. И вот что там написано дальше. Кто сотворил все это? Господь Саваоф, имя Ему. «Если сии уставы когда-нибудь перестанут действовать передо Мною». То есть солнце, луна, звезды, волны. «Если сии уставы перестанут действовать передо Мною», так говорит Господь, «то и племя Израилевым перестанет быть народом предо Мною навсегда». Вы вообще понимаете значимость этого стиха? По логике, в мире не должно было остаться ни одного еврея. Еврейский народ был завоеван в 70-м году нашей эры. Мы потеряли свой храм и свою землю. Мы рассеялись по всем четырем концам земли. Каждая страна, куда бы мы ни пошли, как было предсказано в Писании, извергала нас вон. Нас гнали, убивали, разоряли. Вы не думаете, что все евреи уже были бы истреблены или отрицали бы свою принадлежность к этому народу? Но Бог говорит, что пока существует солнце, луна, звезды и волны, на этой земле будут жить евреи. И каждый раз, когда вы видите человека из еврейского народа, вы можете сказать, что Бог верен своему слову в невозможных условиях, вопреки всем шансам. Но Бог знает, что произойдет в будущем. Я хочу поделиться с вами тем, что произойдет в дальнейшем. Итак, если Бог владеет землей, то кто может выдать договор об аренде на землю? Только владелец. Условия договора изложены в Библии. И договор этот заключен с еврейским народом. Это написано в 104-м псалме, в стихах с 8 по 11. Бог вечно помнит завет свой. Подчеркните, завет — слово, которое заповедал в тысячу родов. Этот завет Бог заключил навечно и в тысячу родов. А вам не кажется, что двух упоминаний более чем достаточно для условий договора? А с кем он заключил этот завет? С Авраамом, Исааком и Иаковым. И Израилю в завет вечный. Рассмотрим эти три описания. Навечно, в тысячу родов. И завет вечный с Богом. И вот о чем этот завет говорит. Говорят себе, то есть Израилю. Аврааму, Исааку и Иакову, чье имя было изменено на Израиль. Говоря, тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего. Итак, условия завета с Богом. Договора для арендатора земли. Такие. Навечно. В тысячу родов. И в завет вечный. Точные границы Израиля поразят вас. По самым консервативным оценкам, завет еврейского народа распространяется на территорию в десять раз большую, чем сейчас. Если бы я следовал повелениям Бога, я бы не урезал земли Израиля. Я бы не разделял земли Израиля. Ведь это Божия земля. Кто мог быть настолько безумен, чтобы делать это? Красть у самого Бога. Я бы постарался придумать, как евреям получить побольше земли, обещанной в бытии, в пятнадцатой главе. Вы помните этот отрывок с восемнадцатого по двадцатый стих? Там даны точные размеры. Другой важный момент, когда у вас есть завещание. То в случае вашей смерти оно должно быть доступно, чтобы люди знали, кто получит наследство. Бог удостоверился, что этот договор аренды будет доступен. И вы не поверите, где он хранит его. Давайте я прочитаю. Это Исайя, сорок девятая глава. Пятнадцатый и шестнадцатый стихи. И сам Бог говорит, «Это моя земля, и я отдал ее навечно в тысячу родов и в завет вечной семени Авраама, Исаака и Иакова, еврейскому народу». Вот где мы находим этот договор, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Это было бы очень трудно для любой женщины. Но если бы и она забыла, так говорит Исаия, то я, а это говорит Бог, я не забуду тебя. «Вот я начертал тебя, то есть Израиль, еврейский народ, на дланях моих, стены твои всегда преда мною». Всегда это означает, что это не прекратится. Бог смотрит на стены своей земли постоянно. Двадцать четыре часа в сутки. Иисус сказал, что дьявол получил шах и мат. Кто играет в шахматы, знает, что такое шах и что такое мат. Все кончено, это конец игры. Все кончено для дьявола. Он получил шах и мат согласно словам самого Иисуса. Эти слова сказаны в Евангелии от Матфея, 23 главе, 39 стихе. «Иисус говорит с евреями, ибо сказываю вам, не увидите Меня отныне». Снова, доколе не воскликните. Пока евреи не скажут «Благословен грядущий во имя Господне». И каждый живущий сейчас еврей, ожидающий возвращения Мессии, скажет так. «Благословен грядущий во имя Господне». В послании к римлянам, 11 главе, 15 стихе, написано нечто потрясающее. Там сказано, что в отвержении еврейского народа для язычников было великое благословение. «Я прочитаю вам это местописание слово в слово, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Посмотрите, какое благо пришло через наше отвержение. Какое же благо придет через наше принятие? Это означает жизнь из мертвых. Это означает движение Святого Духа, какого мир раньше никогда и не видел. Это буквально означает, что тысячи воскреснут из мертвых и будут ходить по улицам и Иерусалима. Это же произошло во время воскресения Иисуса в Новом Завете. По всему миру будет явлена воскрешающая сила Божьей славы. Вот о чем говорит Павел. «Мы входим в период, который я называю самым большим сбором урожая подсолнухов в истории. Миллионов евреев по всему миру достигнет Слова». Почему я так говорю? Да потому что Бог желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог утвердил Свой закон, и часто его называют «закон евангелизации». Если сначала пойти к евреям, то это откроет двери евангелизации для всех народов скорее, чем если сначала идти в народы. Чтобы понять это, нужен Бог, но это Его слава. Закон евангелизации впервые встречается, когда Бог призвал первого еврея Авраама. Он обратился к еврею, чтобы тот стал семенем для достижения народов. Ну а затем, если вы помните послание к римлянам 1 главу 16, и стих там Павел сказал такие слова. «Я не стыжусь благовествования, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею». О да, это был исторический порядок, но это также закон евангелизации. Иисус пришел, чтобы умереть за грехи всего мира. Но вначале он сказал, что пришел только к погибшим овцам дома Израилевым. Задайтесь вопросом, почему. Каждый раз, когда вы сеете семя веры в Иисуса в еврея, вы распространяете славу Божию по всему миру, одновременно с этим сбором урожая. Почему я называю его урожай подсолнухов? Ну, подсолнух — одно из самых плодовитых растений на Земле. В одном цветке может быть более тысячи семян, и все они вырастут в новые подсолнухи. И вот в чем разница между подсолнухом и любым другим цветком. Подсолнух склоняется к солнцу, где бы оно ни находилось. И мы склоняемся перед солнцем, правда. Сейчас по всему миру растет антисемитизм. Я расскажу вам один случай в спорте, потому что я сам болельщик. Итак, один игрок NBA недавно разместил в Твиттере видео. Проблема в том, что видео было крайне антисемитское. Оно несло ложь о евреях. Как будто шесть миллионов евреев не были уничтожены Гитлером. Это все, знаете, фабрикация, и евреи вообще контролируют весь мир. Ничего нового под солнцем. Дьявол использовал эти уловки годами. И количество просмотров того видео в интернете взлетело до небес, как результат популярности того спортсмена, который сказал, что верит в это. Но я боюсь за Австралию, из-за того, что они только что сделали. Но я также боюсь за Америку, из-за того, что делала последняя администрация Обамы. Я не интересуюсь политикой, так как раньше я голосую согласно Библии. Я верю, что все должны так поступать, если они любят страну, которую я люблю. А в моем случае это Соединенные Штаты Америки и любую другую страну, где находитесь лично вы. Однако я хочу, чтобы вы знали, чтобы Тие 12 глава 3 стих отнюдь не изменилось. Бог говорит «Я благословлю благословляющих Тебя. Австралия и Америка, дорогие мои, послушайте Меня, и злословящих Тебя прокляну». Бог никогда не отступал от Своих слов. Он говорит что-то еще более серьезное. Только послушайте у Захарии. Во 2 главе 8 стихе написано следующее. «Касающийся вас, то есть Израиля, касается, в другом переводе, тычет пальцем зеницы ока его». Самые худшие последствия ждут того, кто тычет пальцем в глаз Бога. Это напоминает мне об одном случае в самолете много лет назад. Я был молодым верующим евреем, у меня был с собой чемодан, и на нем была большая наклейка из Писания, 121-й Псалом, 6-й стих. «Просите мира и Иерусалиму». Рядом со мной сидел другой еврей. Он увидел мой чемодан с этой наклейкой на нем и сказал «Разве вы не боитесь, имеется в виду антисемитизм, проходить в самолет с такой вот наклейкой?» Я сказал «Нет, прочитайте продолжение стиха, просите мира и Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Знаете, на иврите слово «благоденствовать» означает то, чего нельзя купить за деньги. Вот что оно значит. У вас будет мир в сердце, если вы любите Израиль. Единственный критерий для последнего суда над этим миром дан в главе, которую я очень люблю. Это просто потрясающий критерий. Итак, вот, наступил судный день, и сейчас я вам все расскажу. Единственный критерий, по которому будут судиться народы, находится также в Евангелии от Матфея. Это 25 глава. Это очень интересное место. Там есть две темы, которые меня особо интересуют. Первое. Это пять мудрых и пять неразумных дев. У мудрых дев был запас масла. Неразумные ни о чем не беспокоились. Думали, что все хорошо. И та же глава говорит об отделении народов. Это притча о разделении овец и козлов. Одни народы — это овцы, другие — это козлы. Как вы можете быть мудрой девой? Они представляют собой овец. Овцы следуют за пастухом. А укос — всегда свое мнение и настроение. Итак, Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. «И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Затем он говорит о помощи нуждающимся, ну и так далее. Но я посмотрел значение слова «братьев» в оригинале, на греческом языке. Это слово означает «братья по рождению». Кто были родные братья Иисуса? Это были евреи. И вот что говорит Иисус. «Так как вы сделали это одному из сих родных братьев моих меньших, то сделали мне». Народы в последний день будут судиться потому, что они сделали с Божьей землей, Израилем. «А что еще сказано для Израиля и для церкви? Какой ключ к этому сбору великого урожая, помимо проповеди евреям?» В первую очередь. Я говорю об этом уже почти 10 лет. «Это величайшая честь во времена тьмы». Исайя говорит «восстань». «Святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над народами». Павел сказал нам. Эти слова находятся в послании к римлянам, 9 главе. Это 3 и 4 стихи. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа, за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израилетян, которым принадлежит и слава». Ответьте ко мне, кому принадлежит слава? Здесь прямо так и написано. «Слава принадлежит израилетянам». Вы помните в пустыне столб огненный в ночи и столб облачный днем и славу на лице Моисея? Я уверен, что помните. «Израилетянам, братьям моим, родным мне по плоти, принадлежит слава». Слава заставляет закон евангелизации ускоряться. Если идти сначала к евреям, вы достигнете больше язычников. Это касается и евангелизации в мировом масштабе. Я дам вам еще два места писания о славе для израилетян. Исайя, 46 глава, 13 стих. «Спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Вы прямо можете чувствовать сердце Бога. Он говорит «Израилю славу мою». Бог сам это говорит. Я верю, что великая слава в возвращении Иешуа становится все ближе каждый раз, когда израилетянин принимает Мессию. Теперь вы можете хотя бы немного понять сердце Бога в законе о евангелизации. «Бог дал мне живое слово». Это живое, дышащее, настоящее слово, которое изменит и вашу жизнь. Если вы не хотите перемен в жизни, то вы «мешуга». Это слово на иврите, которое означает «безумный». Весь этот мир нуждается в перемене направления. Весь этот мир нуждается в переменах для молодых людей. Весь мир нуждается в Боге. Для вас наступает момент водораздела. Я могу повторить эти слова и отвечаю за них. Да, для вас. Именно для вас наступает этот момент мгновенного водораздела. Слово «водораздел» означает поворотная точка. Это поворотный момент. Ваша история вот-вот изменится. Вы вот-вот повернете в новом направлении, потому что мы видим новое движение Духа Божьего. Это не просто новое движение Божьего Духа. Это величайшее излияние Духа Святого в истории. Дьявол уже сделал свои самые большие ходы. Он думает, что победил. Но внешне кажется, что он победил. Да, но я рад, что мы не идем вслед того, что видим своими глазами. Для меня важно лишь то, что написано. Некоторые из вас могут сказать, «А, уже слишком поздно. У меня нет нужного образования. У меня нет денег». Вы не представляете всех плохих поступков, что я совершил в жизни. Но если вы верите, то Бог говорит вам, «Это твой поворотный момент. Я буду молиться за тех, кто верит именно в это. Я высвобождаю его славу. Я стану катализатором для вашего момента водораздела». Скажите, вы готовы, чтобы ваше имя было записано в книгу жизни? Вы готовы, чтобы ваша жизнь изменилась? Готовы ли вы послужить Богу в самом мощном движении Его Духа в истории планеты Земля? Если вы хотите прочитать места Писания, что я процитировал, я с удовольствием предоставлю свободный доступ к моим записям. Мы занимаемся евангелизацией. Я только что вернулся из Торонто. В зале у нас было 230 стульев, и каждый стул был занят евреям, которые еще не знают Мессию, большинство из них. А верующим мы сказали, «Извините за выражение, идите в конец автобуса». Не хватало мест для неверующих. Поэтому мы поместили верующих в фойе. А неверующие заняли каждый стул, около половины из них, когда слава Божия сошла на тот зал, встали и провозгласили во всеуслышание, что они были исцелены и спасены, эти неспасенные евреи. Были исцелены телесно. Я никого не могу исцелить. Не хвалите меня. Только Бог может это делать. Его слава сошла. Та же слава будет исходить от вас и от вас, от каждого, когда мы придем к своему поворотному моменту. И все сто процентов этих неспасенных евреев встали и публично исповедовали свою веру в Иешуа, что Иисус и есть Мессия. А еще у нас есть мультипликационная серия. Она называется «Сверхъестественный сит». «Да, вы не ослышались. Я говорю вам. Я только начинаю в свои 82 года, поэтому не говорите мне никаких оправданий. Вас нет права жалеть себя. Не должно быть никаких «но», «но» или «нет», «нет». Бог и только лишь один Бог. Это ваш водораздел, ваш поворотный момент. Я хочу помолиться за вас. Я хочу помолиться, чтобы на вас сошла та же слава, что сошла когда-то на Моисея и спасла нацию рабов от самой большой армии в мире. Та же слава, что сошла когда-то на Руфь, и та же слава, что сошла на Иосифа, который спас еврейский народ, и та же слава, что сошла когда-то на Илью, который победил всех жрецов Вала в одно мгновение. Та же слава, что сошла на царицу Есфирь, которая сказала, «но если погибнуть, погибну, но я пойду к царю, я заступлюсь за еврейский народ». И тогда Бог и Иисус на небе радовались и болели за нее. И сейчас Бог и Иисус на небе смотрят на вас и говорят, «Прямо сейчас наступил твой поворотный момент. Поверьте Богу, поверьте, что наступает этот решительный момент». Доверяйте Богу в этот момент, и неважно, кто выиграет выборы в Соединенных Штатах Америки. Доверяйте Богу в этот момент в любой стране, откуда вы смотрите нас сейчас. Ведь это ваш поворотный момент. Сейчас ваша история переписывается, и это ваш водораздел. Помолитесь со мной этой молитвой вслух. Старайтесь говорить от всего сердца. Говорите, дорогой Бог, я сожалею о своих ошибках. Давайте, все вместе. Я верю, что твоя драгоценная кровь омывает меня сейчас, Господь. Боже, как хорошо чувствовать себя сейчас чистым. Так прекрасно начать все с самого начала. Я верю, что Иисус умер за все мои грехи. Его кровью я не только был очищен, но и мои грехи были полностью смыты. «Господи, Ты спас меня от всех моих грехов, от всех моих ошибок прошлого и настоящего, и Ты мой Господь». Я хочу переживать и знать Тебя. Я соглашаюсь с этим животворящим словом. Скажите вслух, я соглашаюсь с этим животворящим словом, ведь это мой настоящий поворотный момент. Дополни меня Твоей славой. Дай мне начать все сначала. Я люблю Тебя, Боже. Аминь. Дорогие друзья, телеканал ТБН осуществляет свое вещание по всему лицу земли, достигая 186 стран мира. И каждый человек, кто слышит нас, получает ободрение, вдохновение, поддержку. Мы получаем тысячи и сотни тысяч ответов, откликов, свидетельств об измененных жизнях. У вас есть возможность стать партнером в этом глобальном служении. Переходите, пожалуйста, по ссылке ниже, и вы узнаете, как поддержать это служение буквально за несколько минут. Будьте частью этого большого движения благословения людей, расширения Царства Божьего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полумax